Дома для многодетных. На то, чтобы семьи с тремя и более детьми были бесплатно обеспечены земельными участками, нацелены усилия власти на протяжении всего последнего десятилетия. Эту работу регулирует закон, который в Подмосковье вышел в 2011 году, отметил депутат МОЗ Облдумы, председатель Комитета по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин. В минувшую среду он побывал в садоводстве для многодетных семей деревни Оксинино. В Огудневском территориальном подразделении управления по развитию территории городского округа Щелково состоялся круглый стол, на котором депутаты и чиновники обсудили результаты обеспечения многодетных семей землей Московской области. Начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Министерства имущественных отношений Московской области Александр Шармиашвили сообщил, что в этом году в Подмосковье земельными участками обеспечено 1286 многодетных семей, на учет поставлено 3914. По данным Министерства имущественных отношений сейчас уже сформировано участков, которые находятся, скажем так, в процессе межевания, там иных каких-то мероприятий земельных, сформировано 3,5 тысячи земельных участков сейчас. И примерно столько же находится в стадии формирования. На круглом столе отмечалось, что законодательство и его правоприменение совершенствуются, в том числе и по многодетным. Теперь им будут выделять бесплатные участки с обеспечением инфраструктурными элементами, дорогами, электричеством, в недалеком будущем с газификацией и водоснабжением. Нам сегодня важно проработать четко эту программу, для того, чтобы уже в ближайшую перспективу многодетные семьи на выделенных участках начали полноценно жить. Всего с момента выхода в 2011 году закона о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным землю в Московской области получили более 29 тысяч семей. Среди всех муниципалитетов наибольшее количество участков передано в городском округе Щелково. Землю получили 1622 семьи. Андрей Циханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.